Меня спровоцировали почитать. Именно с этой фразы начал свою беседу со студентами Александр Мурашкин, который в начале 80-х прошел через горнила войны в Афганистане. Поэтому его интерес к книгам Халида Хосини не случайен. Зачастую о локальном конфликте говорят в контексте военных операций и сражений, особо не углубляясь в тему внутренней жизни афганцев, отношений между мужчиной и женщиной, которые напоминают модель «Хозяин и раба». Именно поэтому, читая мировой бестселлер «Тысячи сияющих солнц», в котором остро звучит проблема отношения к женщине, Александр Андреевич невольно проводил параллель со своими воспоминаниями. Увы, они во многом совпадали с содержанием романа. На всю жизнь я запомнил две картинки относительно женщины в Афганистане. Первая – это мужчина, едущий на осле, а сзади женщина, несущая ребенка на руках, за плечами клунки и на голове еще поклажа. Вот это у меня картина, где-то по тропинкам в горах. И следующая – мы были на реализации разведданных на иранской границе и где-то заехали в кочевье, а там из, скажем так, палатки вышли три девочки. Я думал, что у них лет 12, наверное, по моим воспоминаниям. Я думал, что у них куколки в руках, а у них у каждой были дети. Это тоже было просто… для меня, европейцы, это было шокирующее. Показать и рассказать, насколько хрупок мир и почему его надо беречь – основная цель, которую, выступая при студенческой аудитории, ставил перед собой главный идеолог области. И книги американского автора, раскрывающие внутренний, напоминающий средневековье уклад жизни афганцев, как нельзя лучше доказывают тот факт, что угнетение человека человеком – путь в никуда. Это американский автор афганского происхождения. Он родился в Кабуле, но семья у него была из дипломатов, и поэтому они по политическим мотивам переехали в определенное время в Соединенные Штаты в Америке, и на сегодняшний день он живет и работает там. На сегодняшний день у него вышли три книги, вот они сегодня будут как бы о них рассказываться. Это «Бегущий за ветром», это «Тысяча сияющих солнц» и книжечка «Эхо летит по горам». В рамках мероприятия была организована выставка «Афганистан. Жизнь между войнами», на которой участники мероприятия могли ознакомиться с книгами об истории и культуре исламского государства.